МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько у Путина тратят на пропаганду войны в социальных сетях? Почему горят торговые центры? И можно ли откупиться в России от наказания за убийство ребенка? Про это, а также про дешевеющую нефть, пустеющий бюджет и бунт в Яндексе сегодня в программе «Ваши деньги». Я, Сергей Мальнев, приветствую и начинаем. Российская власть ежедневно тратит ваши миллиарды рублей на то, чтобы вас же и обмануть. Оголтелая пропаганда ведется на всех фронтах. На войну ушли телевидение, печатная пресса, сайты и, конечно же, социальные сети. В последних вообще все очень печально и просто. В среднем за 100 евро можно купить и разогнать любой пост в поддержку войны и Путина. Как это работает? Узнали наши коллеги, которые провели весьма показательный для эпохи тотальной лжи эксперимент. Вы наверняка видели в ТикТоке шквал вот таких вот роликов в поддержку агрессивной войны. За свободу, за Донбасс, за пацанов. Триста, тридцать, три. Красиво, слава, великие люди. Такое нынче набирает сотни миллионов просмотров. Что весьма странно, потому что ТикТок вообще соцсеть развлекательная. Обычно там взлетают такие вот легкие видео. Как правило, серьезные политические темы тут не в тренде. Но сейчас приколисты внезапно переключились на военщину. Думаете, они сами до такого додумались? Нет. Журналистам проекта «Инсайдер» удалось накопать целую методичку для русскоязычных инфлюенсеров. Ну, то есть раскрученных тиктокеров. В ней обозначены тезисы, которые предлагалось обыграть. Спецоперация была неизбежна. Это не начало войны, а ее завершение. Западные санкции есть, но они и такие жесткие. Не ведитесь на панику. Российская армия высокоточными ударами уничтожает только военную инфраструктуру Украины. Журналисты устроили занятнейший эксперимент. От имени якобы государственных заказчиков вышли на блогеров, внезапно переквалифицировавшихся пьярых патриотов. Дабы узнать, за сколько те готовы продать совесть. Пандент «Дэйнсайдер» предложил Юлии сделать сюжет о том, что отступление российских войск из-под Киева – это гуманитарная миссия. Девушка озвучила свою стандартную для таких интеграций таксу. Оказывается, есть даже отработанный прайс. И почем же нынче патриотизм? У меня последний госзаказ был по 7 тысяч рублей за ролик. Одобрили 5 роликов. Госзаказы обычно дороже у всех. 7 тысяч рублей всего-то недорого берут. Неудивительно, что расисты скупают тиктоки пачками. Панеделье! Слава России! Согласовав бюджет, Юлия без раздумий согласилась делать ролик, сама написала сценарий и предложила несколько вариантов развлекательного контента. Какой гуманитарный коридор? Для кого? Куда? Но смысл и логика ее не интересуют. Готова на любой каприз за ваши деньги. А вот согласятся ли блогеры продвигать и вовсе экзотику? Например, тезис, что Путин принимает ванны с кровью оленей. Мы попросили тиктокеров заявить, что в этом нет ничего странного, что это еще советская оздоровительная процедура. В техническом задании была в частности цитата. Общеизвестно, что Сталин и Ленин купались крови. Поразительно, что наше молодое поколение ничего про это не знает. И за сколько же они согласятся отбеливать кровавые, в прямом и переносном смысле, забавы диктатора, оказывается, хватает до 10 тысяч. Все нормально. Просто оздоровительная процедура. Вода для переживаний нет. И готовы рассказать все, что угодно. Путин болен. Путин принимает ванну из оленей крови. Все почему-то начали думать, что он серьезно заболел. Не забыли, кстати, выполнить и особое пожелание заказчика. На секундочку, Сталин и Ленин тоже их принимали. Теперь понимаете, в чем секрет разгула пропаганды? Она банально проплачена, да еще и весьма дешево. Справедливости ради, один инфлюенсер таки отказался, но потому что не знает, как это преподнести. А вот что, если откровенно постебаться и предложить заявить, что Зеленский – это еврей с настоящей фамилией Байрактар? Ну, на такой бред, наверное, никто не поведется, да? Ну, смотрите. Получается, российские тиктокеры, аки-девочки по вызову. За мелкий прайс готовы хоть войну продвигать, хоть любой бред озвучивать. Помните об этом, когда очередной инфлюенсер попытается влить вам в уши кремлевскую повестку. Уже, наверное, весь мир знает, что такое Бавовна. И эта самая Бавовна случается давно не только на российских аэродромах и в военных частях, но и в торговых центрах. Многие говорят про диверсии с целью подорвать экономику страны и веру в царя. Но что, если экономику подорвал сам царь, а поджигают торговые центры их же владельцы? Почему пожары им могут быть выгодны и как это связано с войной и международными санкциями? Разберем пока не самую популярную, однако очень интересную версию. В последнее время по всей России чуть ли не каждую неделю пылают торговые центры. Как стало известно только, что в Умске горит крупный торговый центр. В эти минуты продолжает гореть торговый центр в Красноперекопском районе Ярославля. У нас до сих пор не укладывается в голове, как пожар вообще мог произойти. Торговый центр расположен не где-нибудь на выселках, а в самом, что ни на есть, новом центре Красноярска. Вот и буквально на днях торговый центр вспыхнул на Кубани. Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия. Вот и правда, что происходит, непонятно. Ведь причины пожаров самые разные. От выдуманных диверсантов и дождя, попавшего на проводку, до глупых строителей, которые ненароком сожгли дотла один из самых огромных торговых центров России. В деле о крупном пожаре в торговом центре Мегахимки появились подозреваемые. Следователи задержали прорабы и сварщика строительной фирмы. Сейчас их допрашивают. По данным правоохранителей, причиной ЧП могли стать неквалифицированные сварочные работы, проводившиеся внутри помещения с нарушением техники безопасности. Но если пожар случился один или два раза, это действительно может быть случайности. Но чтобы настолько массово? Совпадение? Не думаю. Сейчас есть ситуация в России, когда допал 50% от российских торговых центров находятся на грани банкротства. Это связано с тем, что крайне низкая теперь покупательная активность граждан, просто потому что многие бренды действительно ушли, многие торговые марки ушли, и многие торговые центры ставят полупустые. Зачем поджигать торговый центр, в котором почти не осталось магазинов, и люди туда тоже не ходят? Ведь он и так закроется, и таким образом самоустранится. Ну что, мы переместились в Мегу, и уже сейчас видим закрытые точки. Как говорят вообще люди, казанцы, здесь таких точек очень много. Что сейчас осталось у Меги, если большинство брендов отсюда ушли? Российские бренды. Хочется не плакать, а реветь хочется. Вы не поверите, но власти России своей преступной политикой довели до того, что бизнесменам приходится самим же уничтожать свои бизнесы. А может быть действительно злой умысел собственников ТРЦ, которые сталкивались с перспективой банкротства, хотят таким образом компенсировать себе часть убитых. Есть вероятность, что эти поджоги специальные для того, чтобы получить страховку. Вот, например, предварительная сумма, которую получат владельцы сожженного Мегахимки. Страховщики уже оценили предварительный ущерб от пожара в 20-30 миллиардов рублей. Справку никакую не получить без денег. А деньги заплатил, все что угодно подпишут. Вот в чем беда. И плевать хотели на безопасность людей. Хотя буквально пару лет назад его полностью реконструировали и расширили. Торговый центр Мега презентует обновленного себя. Работы шли более 4-х лет, а сумма затрат превысила 3 миллиарда рублей. Порядка 6 тысяч человек работают в данном комплексе, 400 новых мест. Но это не самое страшное, ведь в таких подстроенных пожарах гибнут люди. Во время пожара погиб охранник, на него упала металлическая конструкция. Огонь моментально распространялся на площади больше 17 тысяч квадратных метров. Вся страна оскорбит. А мелкие арендаторы остаются буквально без средств для существования. Много лет здесь работаем. И вкладывали деньги в товар. И теперь мы остались нищими банкротами, получается. Даже не знаю, кем мы остались. Потому что у нас все деньги в товаре. И что теперь делать, я не понимаю. Ну и, конечно, привычка российских солдат воровать чужие стиральные машинки не взялась из ниоткуда. И в самой России не только богатые дельцы успешно наживаются на чужом горе. Очень-очень много было мародерства. Вытаскивали все, что могли. Просто случайные люди какие-то. Да, да, все случайные люди. Узнали о пожаре и просто побежали и все вытаскивали. Так как павильон был открыт, все в доступности, пожалуйста. Несправедливость. У людей горе, а люди воруют. А когда послушаешь то, что здесь вот сказано, уже другие чувства возникают, честно скажу. В очередной раз становится понятно. Сладкие сказки власти про успешное импортозамещение не работают. А кровопролитная война в Украине разрушает Россию изнутри. И, похоже, этот процесс с каждым днем все сложнее остановить. Конечно, не честь и правда, а деньги в путинской России решают все. Те, у кого они есть, могут откупиться почти от всех. От любых грехов. Показательный пример единоросса Сергея Мамонтова. Это руководитель Новосибирска Автодора. Чиновник попал в резонансное ДТП, сбил ребенка и просто уехал. Все это попало на камеры видеонаблюдения и вина негодяя была очевидной. Но суд просто закрыл уголовное дело. Про правосудие по-путински. Дальше в сюжете. Город Татарск, Новосибирская область. В конце октября шестилетний мальчик гулял возле своего дома. Медленно шел по дороге и внезапно из-за поворота выскочил дорогой внедорожник Тойота. И даже не притормозив, переехал ребенка. Водитель, судя по видео, не то что не бросился помогать, но даже накричал на дитя. Дальше просто развел руками и уехал. Как можно было, увидев, что натворил, просто взять и удрать, сверкая пятками? Это же уму непостижимо. Тогда это вызвало широкий общественный резонанс и возмущение граждан по всей нашей стране. Но люди просто офигели от такого цинизма и от такого беспредела. Сам единорос оправдывался. Ему просто сердцем стало плохо. Никак не мог помочь бедному ребенку. Пришлось, сломя голову, ехать домой за лекарствами для себя любимого. Полиции позже все же сдался сам. Может, потому что заранее знал, выйдет сухим из воды. Уголовное дело, конечно, было возбуждено. Правда, по статье Уголовного кодекса 125 это оставление в опасности. Очень щадящий подход. Там максимальная ответственность по статье до одного года. В то время как статья об оставлении места ДТП в случае нанесения тяжких увечий может предусматривать вплоть до 15 лет лишения свободы. Но разве к своим можно применять столь строгие наказания? Практика показывает ежегодно десятки, сотни подобных случаев, жутких преступлений, которые просто сходят с рук этим подонкам и негодяям. Резонанс стоял на всю Россию. За ходом следствия, на словах, якобы пристально следили в главке Следственного комитета России. Понимаете, раньше в нашей стране был некий статус-кво. Большой общественный резонанс гарантировал обществу, что закон будет торжествовать. И на подобных примерах видели огромное множество. Это заставляло власть отметать свои личные меркантильные, финансовые, коррупционные и другие заинтересованности и требовать так, как говорит общество. Но сейчас ситуация сильно изменилась. У власти как будто отказал инстинкт самосохранения. Ведь на днях суд таки вынес решение в громком деле и шокировал всю Россию. Суд на основании заявления потерпевшего права прекратить уголовное дело в отношении лица, впервые совершившее преступление в небольшой или средней тяжести. Если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред. Погодите, как это прекратить дело? Оставить вообще без наказания? Загвоздка в том, что дело об уголовном преступлении внезапно передали мировому судье. А Единая Россия своим большинством назначает мировых судей. И вот, о чудо, как же так получилось? Он избежал какой-либо уголовной ответственности. Я предполагаю, возможно, что судья мотивировал свое решение особым подразделом российского законодательства, так называемым законом Единой России. Кто у власти, тот и прав. Единая Россия, Сергей Мамонтов, решил банально откупиться деньгами. Фигурант заплатил маме ребенка чуть больше миллиона рублей. И женщина, до этого активно отвечавшая на вопросы журналистов, ушла в тень. Сегодня и вовсе оказалось, что претензий у нее больше нет. Она согласилась на мировую. Так что уголовной ответственности возрастной лихач водитель избежал. Даже не представляю, какому давлению подверглась семья, что они были вынуждены взять эти деньги. Нет, конечно, мы оставляем другой вариант, что они взяли их от безысходности, понимая, что они не смогут оплатить лечение маленькому сыну своему. Получается, если ты соратник Путина, да еще и руководитель отделения Новосибирск-Автодор, ну, то есть ворочаешь бюджетными миллиардами, тебе можно все. Меня интересует другой вопрос, как юриста. А какого художнику уголовное дело закрыто? Ну да, у родителей, у мамы, допустим, нет претензий. А у государства претензии есть. Он уголовный кодекс нарушил. Он закон нарушил. Он оставил беззащитного ребенка умирать на холодном асфальте. Какого художника уголовное дело закрыли? Возможно, причина в том, что на фоне обнищания людей из-за агрессивной войны власть ценит лояльность местных элит больше, чем справедливость. Ведь боится, рано или поздно чинуши поймут, дело пахнет керосином. И пора бы царя сливать. И вот так, обещая полную безнаказанность, власть пытается удержать своих служителей от бунта. Тогда их уверенность во вседозволенности будет только расти. А значит, любой россиянин может стать жертвой очередного чинуши-мажора. Нефтегазовые доходы Российской Федерации в этом году снизились вдвое. И вот уже бюджет традиционно профицитный, то есть такой, в который денег поступало больше, чем планировали потратить, чувствует острую нехватку средств. По прогнозам экономистов, в текущем году денег придет еще меньше. И это вполне закономерный результат введения санкций, эмбарго и потолка цен на российскую нефть. Кстати, про потолок. Выше него, как известно, не прыгнешь, но путь пробивает дно. Про еще один такой случай. Следующий сюжет. Россия готова сократить добычу нефти, но не будет продавать ее странам, которые поддержали введение так называемого потолка цен на свое черное золото. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, это решение будет вот-вот оформлено в Кремле специальным указом. Мы готовы идти на понижение частичной добычи. И, возможно, это и произойдет. Я оцениваю риски, допустим, что в какие-то моменты, когда мы будем в начале следующего года, у нас может быть сокращение где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Вот это для нас примерно 5-6%, 5-7%. И это незначительный объем, но, тем не менее, такие риски существуют. В текущей ситуации даже можно пойти на риски снижения добычи, чем руководствоваться политикой продажи относительно потолка цены. Сегодня он 60 долларов, завтра он может быть любым. Напомним, после длительных споров и переговоров Совет Евросоюза таки определился с решением ограничить цену российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Потолок начал действовать 5 декабря. И его, так сказать, не могут пробить 32 государства. Это 27 стран ЕС, а также Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия. Ожидается, что такое ограничение должно стать еще одним кнутом для страны-агрессора. Но оно скорее принималось G7, чтобы сохранить лицо лидеров, а не реально разобраться с нефтяным вопросом. Дело в том, говорят эксперты, что сегодня рынок сам собой установил цену в пределах 60 долларов за баррель нефти сорта Юралс. Это касается только Юралс, то есть сорта Юралс. И здесь важно тоже понимать, что часто, когда мы слышим разговоры или размышления на предмет того, насколько это может существенно повлиять на экономику России или, например, принести убытки, точнее даже будет правильно сказать, что Россия недополучит свою прибыль от продажи нефти. Например, если произойдет сокращение добычи нефти, или страны не будут покупать эту нефть, то нужно понимать, что практически где-то 40% нефти, будем говорить, практически половина, это абсолютно другой сорт нефти, это ЭСПО, это сорт, который добывается в Восточной Сибири, и он идет в основном на рынок Китая, Южной Кореи, Японии частично, то есть азиатский регион, то есть это 40%. И эта нефть, она всегда была дороже, чем Юралс, дороже где-то на долларов 20-25, то есть и сейчас ее цена вот где-то тоже составляет в коридоре 75-80 долларов за баррель, то есть это тоже нужно понимать, что ни один Юралс, да, живет, питает российскую экономику, ну, в части вот именно доходов от продажи нефти. По подсчетам экспертов, если Россия будет продавать свою нефть в среднем по 60 долларов, то недополучит приблизительно 30 миллиардов долларов, а это не такой уж и большой урон ее бюджету. Тем более, что предыдущие кризисные годы цены на рынке были и ниже. А в прошлом году, в 21-м году, в 20-м году, когда был кризис, там они продавали вообще по цене, там и 50 долларов выходило по году среднее, и меньше, и они тоже получали свои 100 миллиардов долларов, грубо говоря. Их это все устраивало, и они как бы заработали на этом. То есть это не было для них, скажем так, потери, да, это не было для них какой-то проблемой. Вот что важный аспект. Почему я вот говорю, что эти 30 миллиардов долларов, если сравнить, да, они мне кажутся, по моему мнению, оно несущественно повлияет. Для того, чтобы возник глобальный дефицит в отрасли, к сожалению, понадобятся годы. Или бескомпромиссная солидарность стран и обвал на рынке. Огромные запасы нефти разных сортов, так и наличие ядерного оружия, то, что держит Россия на плаву и позволяет терроризировать весь цивилизованный мир. Налоги повыше, зарплаты поменьше. Такая вот справедливость по-путински, против которой большая часть россиян даже не протестует. Но есть исключение – это курьеры-доставщики компании «Яндекс». Благодаря тесному коррупционному взаимодействию с властью «Яндекс», оказывается, монополизирует целые отрасли и творит в них все, что душе угодно. А угодно, естественно, издеваться над простыми людьми. Это как раз Путин делать разрешает. Но как долго еще народ будет терпеть и приведут ли к чему-то забастовки доставщиков? Давайте посмотрим. По всей России вспыхнули забастовки против засилия олигарха. Никто на работу выходить не будет. Мы требуем к себе человеческие отношения. Эта система выстроена так, чтобы меньше доставалось людям, больше агрегатов. Это курьеры, которые должны и днем, и ночью, и в снег, и в дождь быстро развозить пищу. Вынуждены работать на компанию «Яндекс.Еда» дружка Путина Аркадия Воложа. Которая при помощи Кремля захватила почти 80% в рынка доставки. Протестующие жалуются. С тех пор для курьеров начались черные дни. Вы обманули нас. Потому что здесь стоят курьеры, об этом говорят. Людей просто нагло поставили перед фактом. Платить будут меньше. За 6 часов вчера заработал 1600 рублей. За 6 часов 1000 рублей? 1600. Получается, в месяц можно заработать примерно 35-40 тысяч рублей. То есть всего-то около 500 долларов. И это в якобы процветающей Москве. В провинции же может быть и того меньше. Мы, воронежские курьеры «Яндекса» и «Ливери», солидарны с требованиями всех курьеров «Яндексу». И присоединяемся к всероссийской забастовке. Примерно полторы тысячи курьеров объединились и отказались впахивать за гроши. Тем более, как они говорят, трудовой кодекс для «Яндекса» как будто бы и не писан. Люди, которые выходят на больничные, они остаются ни с чем. И у всех 12-часовой рабочий день, у всех переработки, у всех нет договора. И эти бедолаги попали в ту же западню, что и миллионы россиян. Олигархи благодаря близости к Путину захватили и другие отрасли. И точно так же наживаются на работягах. Компания «Яндекс» нас обманула. Скандал дошел даже до депутатов Госдумы. Цельное требование к руководству «Яндекс.Еды» заключить трудовые договора с курьерами, возвратить прежний тариф в 110 рублей, создать отдельные сервисы комиссии или комиссию по разбору спорных ситуаций, связанных со штрафами. Впрочем, сочувствие бастующим со стороны власть имущих напоминает крокодильи слезы. Потому что протест вспыхнул из-за построенной их же руками системы, где за верность режиму олигарху простят все. Хозяин «Яндекса» Аркадий Волош заработал минимум 2 миллиарда и 300 миллионов долларов. Благодаря союзу с Путиным, посчитали в Евросоюзе. А взамен Волош помогал Кремлю врать своим же гражданам. За это его и наказали санкциями. «Яндекс» также ответственен за продвижение нарративов государственного телевидения в поисковой выдаче, за понижение в ней или даже удаление контента с критикой Кремля. Например, контента о российской военной агрессии против Украины. Ведь один из мощнейших козырей в рукаве компании «Яндекс» – это блок новостей на главной странице поисковика. Каждый день их видят десятки миллионов людей. Тот, кто решает, какие новости сегодня покажет «Яндекс», тот решает, и о чем сегодня будут думать россияне. Компания согласует с чиновниками так называемый «белый список» из 15 новостных источников. Ни одно независимое или попросту нелояльное власти СМИ в этот список не попадет. Новая газета и их Москвы, официальные СМИ с очень большой цитированностью, вот их заголовки, заголовки их новостей никогда не попадали на главную страницу. «Яндекс» и «Воложа» еще не раз обличали. Играют на руку кремлевской агрессии. После устроенной российскими солдатами массовой резнию «Буча», «Яндекс.Поиск» по запросу «Буча» выдал исключительные изображения туристических достопримечательностей. А взамен путинская крыша помогала делецам захватывать все новые и новые отрасли. В 2018-м «Волож» запустил сервис по доставке «Яндекс.Еда», но столкнулся с соперником. Больше 40% рынка держала фирма «Деливери Клаб» и в год получала выручки около 16 миллиардов рублей. «Деливери Клаб» принадлежала компании «ВКонтакте», которой посредством «Газпромбанка» и фирмы «Сагаз» владел кремлевский «Газпром». А раз есть конкуренция, соревноваться придется не только за покупателей, но и за курьеров. Это же получается, придется платить им побольше, да обходиться почеловечнее. И так просто вынудить впахивать людей за гроши по 12 часов в сутки без договора, да еще и штрафовать их за любой чих уже не получится. Но российские олигархи опускаться до интересов простых рабочих не привыкли. А зачем? Можно же зайти в Кремль, обкашлять вопросики, заполучить монополию и диктовать уже свои условия. Это коронная стратегия Путина – концентрировать целые отрасли в руках своих дружков. Вот и «Яндекс» с властями договорился. «Газпром» отдает им на съедение целую быстрорастущую отрасль с миллиардными оборотами, а взамен окончательно закрепляет контроль за главным новостным дайжестом «Рунета», а в придачу еще и за мощнейшими агрегаторами публикаций. В августе компания обменялась активами с «ВКонтакте». «Яндекс» отдал «Дзен» и «Яндекс.Новости», а получил сервис доставки «Деливери Клаб». В рамках сделки «Яндекс» также передал свою главную страницу в пользование «ВКонтакте». Теперь «ВКонтакте», а значит «Газпром», а значит и «Кремль» диктует, какие новости захватят умы россиян. А «Яндекс.Еда», оставшись без конкурента, распоясалась на полную, жалуются курьеры. «Раньше мы работали в компании доставки «Деливери». Всем нам обещали, что тарифы на доставку останутся прежними. Мы стали зарабатывать от 30 до 50 процентов меньше». Ну а куда людям деваться? Альтернатив ведь почти нет. Поэтому система не оставляет другого решения, кроме массовых забастовок. Путинские олигархи понимают только язык силы. Остаться без работников для них это реально больно. Автокурьеры Волгограда присоединяются к общероссийской забастовке «Яндекса». Присоединяйтесь неравнодушные к нам. Только вместе мы отстоим свои права. Так может, всем россиянам пора брать пример с протестующих? «Если мы сейчас стерпим понижение тарифных зарплат, то дальше «Яндекс» будет только понижать их и дальше. Поэтому призыву всех курьеров присоединиться к нашим требованиям их забастовки». Права и привилегии не дают. Их берут. И берут силой. Заставить денежных мешков поднять зарплаты можно только массовыми протестами. Их война приведет к еще большим сокращениям и невыплатам зарплат, закрытиям предприятий и смерти целых отраслей. Бастовать нужно уже сейчас. Иначе будет слишком поздно. Важная информация и расследование по вторникам и пятницам в 16.30 в эфире телеканала «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин